И мы начинаем новую тему. Вся предыдущая часть нашего курса, первая половина курса, была посвящена теории предела. Вообще, в целом, теория предела, понятие предела – это сам по себе важная штука, но не менее важны и различные приложения. И первое из приложений, которым мы будем заниматься, называется понятием производной. Давайте я начну с некоторых интерпретаций. Вообще, задача про производную – это задача про то, что мы хотим понять, как функция растет или убывает в какой-то конкретный момент времени. Мы хотим найти такую мгновенную скорость изменения функции. Давайте представим себе, что у нас есть некоторая функция. Скажем, у меня по горизонтальной оси х, по вертикальной у. И у меня есть какая-то функция, которую я просто задаю графиком. Какая-нибудь вот такая. Значит, у равняется f от х. Можно интерпретировать горизонтальную ось как ось времени. То есть можно считать, что у меня х – это время, а f от х – это какая-то величина, которая меняется с течением времени. Можно думать просто в совсем механических терминах, что у меня есть какая-то, ну, я не знаю, там, какая-то частица, которая движется вверх и вниз. Или можно думать про какие-то экономические показатели чего-нибудь, которые тоже могут двигаться вверх или вниз. Ну, соответственно, давайте мы так будем интерпретировать. То есть у нас х – это время. f от х – это какое-то положение, положение чего-нибудь, положение частицы в момент времени х. f тогда такой график можно воспринимать как некоторую историю про изменения в течение времени. То есть если посмотреть на этот график, то видно, что здесь в течение времени у меня сначала происходил рост, значение росло, росло, росло. Мы как бы двигались вверх. Потом вот где-то здесь на мгновение произошел останов, а потом мы стали двигаться, наоборот, назад, вниз. Двигались, двигались, двигались. Потом вот здесь снова произошел останов, а потом мы снова стали двигаться вверх, вперед, вверх, 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 вверх. И дальше график на этом заканчивается, мы не знаем, что происходит дальше. Ну, вот мы будем придерживаться сейчас такой интерпретации, потому что она в наибольшей степени дает нам интуицию, которая позволяет что-то говорить про скорости. Давайте возьмем какую-нибудь точку, и нас будет интересовать скорость в этой точке. Ну, давайте я возьму, допустим, вот эту вот точку. То есть это какой-то момент времени x0, и меня интересует ответ на такой вопрос. Какова скорость частицы в момент времени x0? Чтобы ответить на этот вопрос, ну, что такое скорость? Ну, так из школы мы знаем, что скорость – это расстояние, деленное на время. Ну, вот давайте посмотрим, как бы нам это знание применить здесь. Тут проблема в том, что нам нужно рассмотреть какой-то интервал времени. Ну, вот давайте считать, что мы от момента времени x0 подождем еще какое-то время. Значит, возьмем здесь какую-то величину, которая называется дельта x, и рассмотрим момент времени x0 плюс дельта x. Значит, вот это обозначение дельта x – это такой единый символ, это как бы одна буква. Я могу писать здесь h, как часто делают, но давайте я уже буду писать дельта x, как здесь это обычно принято. Значит, дельта x – это просто какое-то число. Давайте посмотрим, где мы окажемся в момент времени x0 плюс дельта x. И посмотрим, как далеко мы прошли. Значит, вот это значение функции f в момент времени x0, вот это значение функции f в момент времени x0 плюс дельта x. Как найти среднюю скорость? Среднюю скорость за период от x0 до x0 плюс дельта x. Весь путь на все время. Да, значит, возник вопрос, правда ли, что дельта x обязательно положительно? Нет, не правда, это прекрасный вопрос. Я нарисовал таким образом, но, в принципе, дельта x может быть отрицательным, и тогда у нас, соответственно, вторая точка будет вот здесь. Ну, давайте мне сейчас для простоты, давайте я буду считать, что дельта x положительно, просто для того, чтобы такую картинку нарисовать. Значит, как найти среднюю скорость? Ну, чтобы найти среднюю скорость, нужно поделить пройденное расстояние на то время, которое мы затратили. Значит, средняя скорость равна расстояние, деленное на время. Значит, чему равняется расстояние, пройденное за вот это время? Значит, мы в момент времени x0 находились вот в этой точке, в момент времени x0 плюс дельта x находимся вот здесь. То есть мы прошли вот такое расстояние. Ну, надо сказать, что это такое расстояние, так сказать, которое показывает, как далеко мы продвинулись. Если мы двигались сначала вперед, потом назад, а потом снова вперед, например, то расстояние будет, так сказать, вот этот участок движения назад, он будет приводить к тому, что у нас расстояние уменьшается. То есть как бы это не то расстояние, которое мы проехали, а то, насколько далеко мы уехали. чему равняется расстояние это просто вот эта штука длина вот этого отрезка и она вычисляется как f от x0 плюс дельта x минус f от x0 а время за которое мы это расстояние проехали она как раз равно дельта x эта штука вот такая вот но дальше возникает проблема потому что вообще говоря вот на протяжении этого промежутка времени от x0 до x0 плюс дельта x мы могли двигаться с разными скоростями в какой-то момент быстрее в какой-то момент медленнее и меня интересует как меня интересует вот то с какой скоростью двигался конкретный момент времени x0 поскольку я мог двигаться на этом промежутке с разными скоростями то общем понятно что эти разные скорости будут как-то усредняться и скорости в разный момент времени будут давать свой вклад вот в эту вот эту скорость среднюю скорость который сейчас посчитал как бы так сделать чтобы посчитать конкретно скорость момент времени x0 чтобы исключить этот фактор что на протяжении вот этого промежутка времени скорости могли меняться ну естественная идея состоит в том что просто сделать так что вот этот дельт x был очень маленький то есть я беру два очень близких момента времени и смотрю насколько далеко я проехал за это время с какой средней скоростью я ехал за этот промежуток времени иными словами мне нужно вот в этом выражении перейти к пределу при дельта x стремящемся к нулю от вот этой самой штуке мгновенная скорость мгновенная скорость в момент времени x0 определяется так это есть предел при дельта x стремящемся к нулю от вот этой самой штуки вот заметьте что вот это выражение она ну как можно поставить сюда дельт x равняется нулю как не получается потому что у нас дельта x в знаменателе и здесь как раз возникает неопределенность у нас в числителе может получится тоже но если поставить дельта x равняется нуля не может обязательно получится особенно после того как я ошибку исправлю здесь долик пропущен значит в числителе будет новый в знаменателе будет ноль и возникает неопределенность типа 0 деленное на 0 но если этот предел найти если раскрыть эту неопределенность то мы может быть получим какое-то число если мы число это получаем значит у нас определенная мгновенная скорость она равняется вот этой штуке ну и собственно говоря вот эта мгновенная скорость это и есть это и есть то что называется производный а именно давайте я дам определение значит пусть функция f определена в какой-то окрестности точки x 0 тогда f штрих в точке x 0 это и есть этот самый предел значит этот предел можно еще другим способом записать можно сказать просто вот так значит можно переобозначить вот эту штуку x 0 плюс дельта x ее обозначить просто за x и тогда будет такой предел при x стремящемся к x 0 f от x минус f от x 0 разделить на x минус x 0 то есть вот то что у меня раньше называлось дельта x это вот эта штука значит раньше дельта x стремилась к нулю а теперь x стремится к x 0 ну понятно что это один тот же предел опять же комментарий в том что дельта x совершенно не обязана дельта x совершенно не обязана быть положительным здесь просто дельта x стремится к нулю а не обязательно чтобы она стремилась к нулю справа или слева давайте давайте еще расскажу как эта штука устроена значит я говорю что f штрих в точке x 0 это предел при дельта x стремящемся к нулю f от x 0 плюс дельта x минус f от x 0 деленный на дельта x или что то же самое предел при x стремящемся к x 0 f от x минус f от x 0 делить на x минус x 0 вот давайте давайте я приведу некоторую геометрическую интерпретацию чтобы ее привести мне нужно напомнить сказать два слова про линейные функции напоминание про линейные функции давайте представим себе что у меня есть функция которая называется y равняется к x плюс b значит это линейная функция у нее есть график графиками является прямая линия давайте я нарисую это x это y ну вот какой-нибудь вот такой вот будет график и здесь есть легко проинтерпретировать вот эти числа k и b это какие-то константы в моем случае и их легко им легко дать интерпретацию значит во первых с числом b все совсем понятно число b это просто точка пересечения графика с вертикальной осью потому что когда x равняется нулю у нас ну понятно в правой части k x равняется нулю остается только b вот значит с числом k чуть-чуть посложнее но тоже в принципе понятно если я увеличиваю значение x на единицу то к x увеличивается на к поэтому можно нарисовать такую картинку можно сказать что вот я делаю шаг по x значит сдвигаюсь на 1 и это означает что по вертикали у меня по сравнению со значением в точке 0 значение увеличивается на величину к а если я сдвинулся например на 2 то на величину 2k и так далее причем неважно с какой точки стартовать значит из любой точки я стартую и у меня всегда выполняется вот такое правило что если я сдвигаюсь на единицу вправо то я сдвигаюсь на k вверх ну или вниз если k отрицательно значит вот эта величина k она называется угловым коэффициентом значит вот эта штука это угловой коэффициент или оно же называется ну оно же является тангенсом угла наклона если я нарисую если я нарисую такой угол пусть это то есть угол альфа это угол который наша прямая составляет с горизонталью значит то верно такое утверждение что тангенс альфа это в точности равен k значит ну если помните тангенс это отношение если вот рассмотреть какой-нибудь вот такой вот треугольник прямоугольный значит во-первых он прямоугольный будет потому что у нас такая система координат а во-вторых тангенс это отношение вот этого катета к вот этому катету ну и понятно что как сейчас прямоугольный треугольник не бери у нас это отношение как раз и будет равно k ну вот например если я взял один катет равный 2 горизонтальный катет то вертикальный катет равен 2k. Отношение равное 2 ck. Часто говорят, что тангенс угла наклона, я буду говорить угловой коэффициент, потому что меня пугает слово тангенс. Мне кажется, никто не любит тригонометрию. Давайте теперь вернемся к нашим функциям. Давайте я еще раз воспроизведу график, который у меня был выше. У меня есть какая-то функция. Вот такая функция. И я беру какую-то точку x0 и рисую. Еще раз рисую мою картинку. Вот x0, вот x0 плюс дельта x. Вот значение функции f в точке x0. И вот значение функции f в точке x0 плюс дельта x. Давайте посмотрим на такой прямоугольный треугольник, который соединяет точку на графике, которая лежит над x0, точку на графике, которая лежит над x0 плюс дельта x, и горизонталь. То есть тут такой прямоугольный треугольник. Видно, что здесь, если я проведу вот эту прямую, которая соединяет две точки на графике, то ее угловой коэффициент равен в точности нашей средней скорости. Вообще, вот это y равняется x плюс b. Линейная функция с точки зрения такой механистической интерпретации, с точки зрения интерпретации в терминах движения, это движение с постоянной скоростью. Значит, если бы я двигался с постоянной скоростью, и я попал бы из точки f от x0 в момент времени x0 в точку f от x0 плюс дельта x в момент времени x0 плюс дельта x, то это означает, что мне нужно было бы двигаться все это время со скоростью, которая является средней скоростью для этой ситуации. Значит, можно сказать, что средняя скорость, здесь у меня написано f от x0 плюс дельта x минус f от x0, здесь у меня дельта x. значит, если вот эта штука, это график функции y равняется kx плюс b, то тогда у меня k это и есть f от x0 плюс дельта x минус f от x0 деленное на дельта x. Значит, вот такая прямая, которая проходит через две точки, лежащие на графике функции, называется секущей. Соответственно, средняя скорость – это то же самое, что угловой коэффициент секущей. Соответственно, что происходит, когда я рассматриваю предел при дельта x, стремящемся к нулю? Ну, это означает, что я должен теперь… ну, вот у меня одна точка этой секущей зафиксирована, вот эта точка x0, а вторую точку я начинаю приближать к x0. И по мере того, как я ее приближаю, у меня моя секущая сдвигается. Значит, вот у меня была такая секущая, потом я взял, чуть-чуть приблизил, значит, уменьшил дельту x, у меня получилась другая секущая, потом я ее еще приблизил, у меня получилась третья секущая и так далее. Ну, вот оказывается, что если я перейду к пределу, то у меня тоже получится какая-то прямая, ну, по крайней мере, если этот предел существует. Эта прямая будет таким предельным положением вот этих секущих. по определению, вот эта прямая, которая проходит через точку на графике и имеет в качестве своего углового коэффициента производную, называется касательный. Прямая, проходящая через точку x0, f от x0 и имеющая угловой коэффициент к равный f' в точке x0. То есть, я напомню, предел при дельте x, имеющемся к нулю, f от x0 плюс дельте x минус f от x0 разделить на дельте x называется касательный к графику y равняется f от x в точке x0. Значит, угловой коэффициент касательный, просто по определению это не есть производная. Значит, как правило, можно себе представлять так. Ну вот, смотрите, давайте я еще раз нарисую график. Значит, у меня есть какой-то график функции. Ну вот, давайте представим себе, что этот график, он представляет собой как бы такой, представьте себе, что у вас был какой-то кусочек пластмассы такая, как бы такой пластмассовый лист. И вы из этого пластмассового листа вырезали этот график. Ну давайте даже считать, что я вырезал, так сказать, над график. То есть, вот то, что находится над графиком, я вырезал. И у меня получилась вот такая вот штука. И если я теперь возьму линейку и попробую приложить эту линейку к какой-нибудь точке, допустим, взял какую-то вот эту точку и взял, попробовал приложить линейку как можно более плотно к графику в этой точке, то линейка как раз пройдет по касательной. Вот. Вот такая штука. Касательная – это важная штука. Я чуть-чуть попозже объясню, почему она так важна. Значит, понятно ли, если вопросы какие-то. Понятно ли это то, что я сейчас рассказываю? Можно спросить. Вот график, который выше, вы там меняли наклон касательный. Это исходя из какого коэффициента было? Как это произошло вообще? Вот здесь вот? Да. Смотрите. Значит, у меня изначально была секущая. То есть, вот такая вот прямая. Дальше. Значит, секущая – это прямая, которая проходит через две разные точки на графике. Теперь я стал делать следующую вещь. У меня точка X0 зафиксирована, А вот вторая точка меняется, потому что я рассматриваю вот такой предел при Δx, стремящемся к нулю. То есть вторая точка у меня – это X0 плюс Δx. И когда я рассматриваю вот этот предел, это означает, что я уменьшаю Δx. Значит, когда я ее уменьшаю, у меня вот эта вторая точка сдвигается. Она будет двигаться. Это по-прежнему точка на графике, точка над точкой X0 плюс Δx. Она по-прежнему точка на графике, но она будет приближаться к моему точке, которая висит над x0. По мере того, как она будет сдвигаться, у меня будет сдвигаться и секущая. Соответственно, если у такой штуки есть предел, то есть если вот эти все секущие, которые я таким образом построю, будут стремиться к какой-то конкретной прямой, то есть что угловой пациент будет стремиться к какому-то конкретному числу, то это и означает, что у меня есть производная в этой точке, что вот этот предел определен, и тогда вот это предельное положение секущей и будет моей касательной. Вопрос. В определении производной мы требовали только то, чтобы функция была определена в окрестности. Да. Вопрос первый. Нам имеет смысл говорить про прокол ту окрестность? Нет. Вам нужно, чтобы функция была определена в точке x0, иначе вы значение функции в точке x0 не посчитаете. У вас f от x0 входит в формулу. Так что никуда не денетесь. Все равно может получиться, что предела не существует. Да, совершенно верно. На этом мы сейчас обсудим подробно. Я написал, что всякий раз, когда пишется какое-то определение через предел, всякий раз возникает вопрос, а существует ли это предел или нет. И ответ, как правило, может быть, что существует, а может быть, что и нет. И бывают разные функции. Какие-то функции дифференцируем, а какие-то нет. Сейчас мы это подробно обсудим. Давайте еще вопросы. Про эту картинку я ответил. Понятно теперь, что здесь происходит? Да, все понятно. Спасибо. Хорошо. Из геометрии мы знаем, что касательная – это такая прямая, которая имеет только одну общую точку с графиком. Забудьте про одну общую точку. Ну, не одну общую точку. Короче, мы имеем некое представление, что она собой представляет из геометрии. Ну, смотрите. Это математическая, то есть по формуле. Смотрите, в планиметрии обсуждается штука, которая называется касательная окружности. И это, в общем, в неком смысле частный случай, это касательная, которую мы обсуждаем сейчас, хотя в геометрии очень легко определить, что такое касательное безо всяких пределов. Сказать просто, что это прямая, которая пересекает окружность в одной точке. В нашем случае это не так. Касательная вполне себе может пересекать наш график в скольких хотите точках. Можно представить себе какую-нибудь такую кривую, скажем. Вот представьте себе, что у меня вот такая вот кривая какая-нибудь. И вот я построил к ней касательную вот в этой точке. Вот она чудесным образом пересекла мой график в как минимум трех точках. Вот, поэтому то определение, которое было в геометрии, тут не работает. Ну, потому что у нас не окружность, а какой-то график функции. Ну, если мы будем рассматривать производную на каком-то конкретном участке, там же не может касательно пересечь ее в двух точках. О, хороший вопрос. Может. Ну, вы хотите сказать, если мы рассматриваем локальную ситуацию только в окрестности какой-то точки, может ли там график функции пересекать свою касательную более чем в одной точке? Это прекрасный вопрос. Давайте я его зафиксирую. Значит, может ли быть бесконечно много точек пересечения графикой касательной в окрестности точки касательной? У нас есть линейная функция. Ну, да, есть линейная функция, которая просто совпадает со своей касательной. Ну, это такой тривиальный пример, хотя тоже хороший. Значит, если не линейная функция, значит, может или нет в окрестности точки касания? Значит, я сейчас на этот вопрос отвечать не буду, предлагаю над ним подумать вам самостоятельно, но у вас в семинарском листочке будет задачка, которая на него отвечает. Так что ответ на семинар. Хорошо. Ну что, давайте я скажу. То есть, получается, на графике по мере приближения x0 к delta x плюс x0 секущая становится касательной? Да, только скорее наоборот. У нас x0 фиксированная, а x0 плюс delta x к ней приближается. Секущая как бы стремится к касательной. Понятно. Да, да, да. Вот. Хорошо. Смотрите, значит, давайте поговорим немножко про то, что производная из нашей исходной функции создает некоторую новую функцию, потому что, ну, вот у меня зафиксирована точка x0. В этой точке x0 определяна производная. Если я возьму другую точку x0, у меня там будет другая производная. Поэтому у меня возникает некоторая новая функция. Производная зависит от точки x0, поэтому это некоторая новая функция. И давайте обсудим, как две функции друг с другом связаны. Мы, в общем, это будем подробно обсуждать еще неоднократно, но сейчас я хочу, чтобы у нас был некоторый визуальный образ на эту тему. Значит, вот смотрите, давайте я построю какой-то график функции. Ну, давайте вот такой вот график функции. Ну, какой-то. Значит, пусть у меня это x, это y. И давайте посмотрим, что я могу сказать про график производной. Значит, вот я ниже проведу ось, на которой я буду строить график производной. Давайте думать про это так. Вот смотрите, у меня моя функция. Давайте я возьму какую-нибудь точку, скажем, левее начала координат. Скажем, вот такую точку я возьму. И давайте посмотрим, что у меня происходит с моей функцией в этой точке. Значит, как здесь наклонена касательная. Значит, ну вот если так себе представить немножко, приложить линейку к этому графику, то понятно, что касательная должна быть наклонена как-то вот так вот. Значит, у меня касательная здесь задается какой-то убывающей функцией. она имеет с увеличением x, у меня y уменьшается, поэтому это означает, что k меньше 0. Это означает, что значение производной в этой точке будет отрицательным. Давайте я это отмечу здесь на графике. Вот у меня есть какое-то отрицательное, какая-то отрицательная производная в этой точке. Значит, y равняется f' от x. И за график будет. Дальше я, допустим, сдвигаю эту точку чуть-чуть вправо. Ну, допустим, вместо вот этой точки рассматриваю какую-нибудь точку поближе к 0. Скажу, вот такую точку. И давайте я проведу вот в этой вот новой точке тоже новую касательную. Как-то вот так. Вопрос. Давайте я как-нибудь эти точки обозначу. Пусть это будет x1, а вот это будет x2. Вопрос. В какой точке значение производной более отрицательно? Больше по модулю. В точке x1 или в точке x2? Значит, вообще, чем больше модуль коэффициента k, тем более вертикальным выглядит график функции. График, ну, график линейной функции. Соответственно, тут видно, что в точке x2 у меня моя касательная стала более такой пологой, более горизонтальной. Но это означает, что производная стала меньше по модулю. Но меньше по модулю, но поэтому отрицательная, то есть на самом деле больше. Ну, давайте я построю какую-то точку, которая будет повыше. Дальше. Что происходит в нуле? Значит, если посмотреть, в нуле у меня точка минимума. И это означает, ну, что такое точка минимума, так геометрически. Это означает, что вот мы двигались, двигались, двигались назад, потом в какой-то момент остановились на мгновение, а потом стали двигаться, наоборот, вперед. Вот точка минимума – это как раз вот такая точка мгновенной остановки. И если посмотреть на касательную, то здесь касательная будет просто горизонтальная. Значит, это означает, что производная равно нулю. Давайте я эту точку тоже отмечу, точку на графике производной. Что дальше происходит? Значит, вот я взял теперь еще какую-то точку x3. Здесь уже у меня функция начала возрастать. То есть график, значит, у нее график стал загибаться так вверх. И если я посмотрю на касательную, то она тоже имеет положительный угловый коэффициент. Это означает, что производная положительная. Ну, давайте я эту точку тоже отмечу на графике. Ну, и, наконец, можно сравнить производные в двух каких-то точках, скажем, в x3 и в x4. И видно, что в x4 касательно наклонена, как мы видим, больше наклон, чем в x3. Поэтому производная здесь будет потихоньку расти, она будет какая-то вот такая. Ну и вот у меня график производный. Ну, вот он какой-то вот такой. Вот какая-то такая потихоньку возрастающая функция. Значит, понятно ли это рассуждение? У вас в семинаре будет задачка, где вы сможете хорошенько потренироваться на эту тему. Но мне кажется, что очень важно уметь просто без всяких формул, глядя на график, понимать, как устроена производная в разных точках. Это какой-то такой общий навык, который в целом очень полезен. Понятно ли, как я сейчас строил этот график производный? Понятно. А у нас прямая получилась в результате на графике производная? Ну, значит, не совсем понятно, что у нас там получилось, потому что, когда функция задана графиком, который я нарисовал просто от руки, не совсем понятно, что за функция. И не то, чтобы я мог просто глазомерно очень точно нарисовать эту производную. Какие-то аспекты этой производной я могу нарисовать довольно точно. Например, я могу довольно точно понять, где у меня здесь минимум, который соответствует нулю производной. Я могу довольно точно понять, какой знак у производной. Но вот будет ли производная линейный или нет, это уже вопрос скорее к формулам, чем к глазомеру. Ну, давайте скажем так, что тот график, который я нарисовал, он похож на график какой функции? Х квадрат, соответственно, производная 2х. Да, а вот производную мы сейчас посчитаем. Значит, пусть у меня... Можно спросить, а если график симметричен относительно у y, если бы тогда и производная будет симметрична? О, прекрасный вопрос, но это тема и задачка в семинаре. Но, как видите, да, он будет симметричен, но не так. Даже по этому примеру видно. Хороший вопрос, как он будет симметричен на тема и задачка в семинаре. Но давайте, поскольку там в условии прямо уже раскрыто, раскрыт ответ на этот вопрос, но нужно доказать. Значит, а именно утверждение такое, что если у вас функция является четной, то у нее производная является нечетной, и наоборот. То есть, если у вас график был симметричен относительно вертикальной оси, график самой функции, то график производной будет симметричен относительно начала координат, и наоборот. Но вот доказать – это хорошее упражнение, такая есть задачка в семинаре. Вот. Хорошо. Теперь, смотрите, давайте посчитаем производную функции х квадрат. Ну, конечно, многие просто помнят формулу, но давайте мы проверим, что эта формула действительно такая, воспользовавшись определением. Значит, f' в какой-нибудь точке х0 – это и есть предел при дельта х, стремящейся к нулю. Ну, ну что, здесь нужно писать х0 плюс дельта х в квадрате минус х0 в квадрате разделить на дельта х. Значит, давайте я раскрою скобки в числителе. Значит, в числителе у меня теперь х0 в квадрате плюс 2х0 дельта х плюс дельта х в квадрате. Вычесть х0 в квадрате. А основатель по-прежнему дельта х. Значит, был предел при дельта х, стремящемся к нулю, х0 плюс дельта х в квадрате минус х0 в квадрате делить на дельта х. Я раскрыл скобки в выражении х0 плюс дельта х в квадрате. И дальше смотрю, что теперь со всем этим сделать. Значит, во-первых, чудесным образом х0 в квадрате сокращается. А во-вторых, чудесным образом, после того, как сократилось х0 в квадрате, чудесным образом сокращается дельта х. Значит, у нас в числителе вот это дельта х, значит, вот здесь вместо квадрата остается просто дельта х, изменители дельта х сокращаются. И остается предел при дельта х, стремящемся к нулю, от выражения 2х0 плюс дельта х. И этот предел равняется просто 2х0. В те время предели суммы. Если выражаться высоким штилем. Вот. Такая штука. То есть, иными словами, у нас производная от функции х2, как мы, в общем, раньше догадывались, является функцией 2х. То есть, если бы вот тот график, который я нарисовал, был бы действительно честным графиком параболы, честным графиком квадратичной функции, честной параболы, то у нее производная была бы честной прямой. Вот. Но, значит, если я вижу просто график, то единственное, что я могу сказать, это вот нарисовать какую-то вот такую вот примерную картинку. Вы можете еще раз сказать, пожалуйста, про изменение коэффициентов, когда мы идем вдоль графика? Да. Ну вот смотрите. Вот смотрите. Вот, допустим, я смотрю на точку х1. Значит, здесь, вот если я прикину, как выглядит касательно, она выглядит как-то вот примерно так. А если я беру, например, точку х2, то видно, что здесь график как бы более пологий. Вот в этой точке, в точке х1, по графику видно, что он такой, что он такой почти вертикальный. По крайней мере, он гораздо более вертикальный, чем в точке х2. Это означает, что у нас скорость, скорость убывания, мгновенная скорость убывания в точке х1, она как бы, ну, то есть скорость роста более отрицательная. Быстрее функция падает. А в точке х2 менее быстро падает. Это соответствует тому, что производная в точке х1 очень отрицательная, а производная в точке х2 менее отрицательная. Ну и так далее. Можно точно так сравнить, например, х3, х4. Видно, что вот здесь функция растет, но не очень быстро. А в точке х4 она растет гораздо быстрее. Ну, может быть, не гораздо, но побыстрее. А вот здесь, вблизи к нулю, функция вообще очень медленно растет. Там график такой, в общем, пологий. Ну, вот какие-то такие соображения. Как? Стало понятнее? Величина роста функции показывает величину производной? Да, совершенно верно. В зависимости от положительного или отрицательного значения. Да, да, да. Ну, как бы, что такое производная? Производная – это скорость роста функции в конкретной точке. То есть, если вы видите, что вот в этой точке функция быстро растет, ну, то есть, что это означает? Понятно, что невозможно спросить, как функция растет в конкретной точке, потому что в этой точке она в одной точке, как бы, если вы знаете значение функции только в одной точке, вы ничего не можете сказать, растет она там или убывает. Вам нужно посмотреть на какую-то маленькую окрестность этой точки и понять, что функция делает в этой маленькой окрестности. Значит, ну, вот если она там быстро растет, значит, производная большая. Если она там почти не растет, значит, производная маленькая. Если она там убывает, значит, производная отрицательная. Интерпретация примерно такая. Спасибо. Так, давайте еще вопросы. Можно спросить, почему мы возвели, ну вот получается, предел и там в числителе квадрат? Откуда он взялся? Ну, сейчас, смотрите, я просто пользуюсь определением. Определение говорит, что я должен взять такую штуку. Значит, f' в точке x0. Это есть предел при дельта x, стремящемся к нулю. f от x0 плюс дельта x минус f от x0 поделить на дельту x. Значит, дальше у меня сейчас f от x это просто x квадрат. Вот я и подставляю. Значит, вот у меня f от x0 плюс дельта x. Вот она, x0 плюс дельта x, все это в квадрате. Вот у меня f от x0, это x0 в квадрате. А почему в знаменателе? А, это по определению нет. А в знаменателе дельта x по определению, вот она. Ладно. Надо сказать, что когда я узнал про производные, это было для меня некоторым таким шоком. Оказалось, что есть правило, которое позволяет вычислять производные функции. Мне казалось, что это какое-то чудо, что есть вот такое достаточно простое правило, которое всегда работает и которое позволяет реально находить функции, которые описывают, как меняется функция. То есть, глядя на производную, я могу что-то отвечать про мою исходную функцию. Говорить, где она убывает, где она возрастает, мы про все это еще будем подробно говорить. Вот. Но тот факт, что можно получить производную с помощью вот такого вот довольно-таки простого и понятного определения, и то, что это всегда работает, и то, что мы действительно можем подставлять разные функции, применять это определение и находить производные по определению, это было для меня просто одним из таких сильных моих математических переживаний в школе. Вот. Хорошо. Ну что, еще вопросы? Окей. Давайте поедем дальше. Значит, следующая часть, которую я хотел рассказать, вот какая. Значит, всегда ли производная существует? Ну, вообще говоря, нет, не всегда. Есть, как минимум, несколько способов, как производная может не существовать. Например, функция может быть просто неопределена в данной точке. Ну, понятно, если функция неопределена в точке, то тогда мы вообще не можем воспользоваться этим определением, потому что здесь фигурирует значение функции в этой точке. Окей. Следующее утверждение. Значит, утверждение такое. Если производная существует, то тогда обязательно функция непрерывна в следующей точке. Значит, давайте... Я напишу про нарушение непрерывности. Значит, и напишу вот так вот. Значит, к этому и не только. Мы сейчас еще вернемся. Давайте поговорим сейчас про нарушение непрерывности. Значит, утверждение устроено так. Если существует производная f' в точке x0, то функция f непрерывна в точке x0. Функция, у которой существует производная, называется дифференцируемой. Значит, вот если существует производная f' в точке x0, также говорят, что функция f дифференцируема в точке x0. Значит, вот эта вот штука, это то же самое, что сказать функция f дифференцируема в точке x0. Можете больше на секунду поднять. Спасибо. Вот, значит, сейчас мы обсуждаем вот этот вот пункт, что если нарушена непрерывность, то производная не существует. Значит, а именно я утверждаю, что если производная существует, то функция обязательно непрерывна. Давайте я это докажу. Давайте я сейчас буду делать много странных действий. Значит, я хочу воспользоваться определением непрерывности. Значит, определение непрерывности говорит следующее. Значит, что вот такой предел должен равняться f от x0. Дальше. Давайте я сделаю такую вещь. Давайте я для начала скажу, что это есть f от x. Давайте я вычту f от x0 и прибавлю f от x0. Пока ничего не поменялось. Ну, давайте я теперь сделаю вот какую штуку. Давайте я возьму и умножу и разделю вот эту вещь. на x минус x0. Кого вы делите? Смотрите, у меня был сначала предел при x-тремящемся к x0 f от x. Потом я заменил его на f от x минус f от x0 плюс f от x0. Вычел и прибавил f от x0. А потом я взял вот эту первую два слагаемых, f от x минус f от x0. И домножил и разделил его на величину x минус x0. Значит, получилась такая штука. Получилась дробь, у которой в числителе произведения f от x минус f от x0 на x минус x0 в заменателье просто x минус x0. И это мое первое слагаемое, а второе слагаемое просто f от x0. И все это под знаком предела при x-тремящемся к x0. Пока, может быть, непонятно, зачем я это делал. Была простая формула, стала сложной. Но на самом деле давайте внимательно посмотрим, что здесь такое написано. Я утверждаю, что мы теперь можем найти этот предел, и он будет равняться просто f от x0. А именно, давайте посмотрим на вот эту часть. f от x минус f от x0 делить на x минус x0. Куда эта штука стремится, если функция дифференцируема? В пределе это определение производной в точке x0. Да, совершенно верно. Значит, в пределе при x, стремящемся к x0, это в точности производная. У нас было определение производной, в которой было дельта x, который стремится к нулю. Но давайте я напомню, что было определение производной, в котором я просто сделал сдвиг. Значит, вот такое вот выражение. Предел при дельте x, стремящемся к нулю. f от x0 плюс дельта x минус f от x0 делить на дельта x. Это то же самое, что предел при x, стремящемся к x0, в числителе f от x минус f от x0, в знаменателе x минус x0. Но я просто здесь делаю замену. x равняется x0 плюс дельта x. Такой линейный сдвиг. Вот. Поэтому вот эта штука, которая у меня здесь есть, первая моя сомножитель, он стремится к f' в точке x0. То есть я предположил, я сейчас предполагаю, что эта производная существует, значит, эта штука действительно к чему-то стремится. Дальше. У меня есть второй сомножитель здесь. Вот такой x минус x0. Куда он стремится? К нулю. К нулю. Отлично. То есть смотрите. Во-первых, предел вот этой штуки существует, потому что существует предел каждого из сомножителей. Во-вторых, он равен произведению пределов. То есть нулю. А вот эта штука – это просто константа. Когда x стремится к x0, у меня x0 фиксирован. Поэтому с точки зрения вот этого предела, это просто константа, и ее предел равен ей самой. Значит, получается такая штука, что это равняется 0 умножить на… Хорошо, давайте так напишу. f' в точке x0 умножить на 0 плюс f от x0. И равняется f от x0. И теперь видно, что, если мы посмотрим на начало и конец этой длинной выкладки, то видно, что это и есть определение непрерывности функции в точке. Значение функции при x, стремящемся к x0. Предел функции при x, стремящемся к x0 оказался равен значению функции f от x0. Доказали. Итак, мы доказали, что если существует производная функция в точке x0, то функция обязана быть непрерывной в этой точке. Это означает, что если функция не является непрерывной в какой-то точке, то она не может быть дифференцируемой в этой точке. Есть ли вопросы по этому доказательству? Да, можно спросить, откуда мы знаем, что x минус x0 стремится к 0? Смотрите, у нас предел при x, стремящемся к x0. А, все, да. Так, давайте еще вопросы. Ну что, значит, это мы обсудили нарушение непрерывности. И теперь остался третий пункт, самый загадочный, и не только. Значит, бывают такие функции, которые непрерывны в какой-то точке, но при этом не дифференцируемы в этой точке. Давайте я приведу пример. Значит, может быть, что f непрерывно в точке x0, но не дифференцируемы. Значит, и здесь ключевой пример – это функция f от x равняется модуль x в точке 0. Значит, я построю график этой функции. Значит, график модуля – это такая галочка. Давайте посмотрим, почему я утверждаю, что производная в точке 0 не существует. Давайте я возьму точку 0. Значит, вот у меня x0 – это просто 0. И x0 плюс дельта x – это просто 0 плюс дельта x. Соответственно, если я провожу секущую, то эта секущая просто у равняется x. И если у меня теперь дельта x стремится к 0, то вот эта точка просто сдвигается сюда. Положение секущей на самом деле не меняется, и предел равен 1. Таким образом, производная функция модуль x в точке 0 равна 1. Правда я говорю или нет? Значит, вот если я буду устремлять дельта x к 0, то у меня, в общем, положение секущей вообще будет не меняться, оно всегда будет вот таким. Предел справа будет. Да. Значит, картинку, которую я сейчас нарисовал, она вводит нас в заблуждение, потому что совершенно не обязательно, чтобы дельта x была бы положительной. Значит, как я, отвечая на вопрос, сказал с самого начала, дельта x может быть отрицательным. В случае, если дельта x отрицательна, тогда картинка будет выглядеть по-другому. А именно у меня будет какая-то точка вот здесь, левее нуля. Значит, почему один возник вопрос. Ну, смотрите, значит, какой будет угловой коэффициент, если у меня функция f от x равняется модуль x, значит, какой будет угловой коэффициент вот такой, вот такой вот... Все, ответил. Что происходит, когда дельта x отрицательна? У меня картинка возникает симметричная. У меня возникает прямая, но только эта прямая теперь не y равняется x, а y равняется минус x. И если я буду, опять же, приближаться с этой стороны, то эта прямая тоже не будет меняться, и в пределе у меня получается значение минус 1. Поэтому, на самом деле, предела не существует. Ну, давайте, можно сказать так, давайте я... Ну, окей. Значит, давайте я напишу, что предел при x, стремящемся к нулю справа, ну, давайте дельта x, стремящемся к нулю справа, значит, модуль 0 плюс дельта x минус модуль 0 делить на дельта x равняется единице, а предел при дельте x, стремящемся к нулю слева, то от того же самого выражения равняется минус единице. Ну, из-за этого следует, что просто предела не существует. Предел справа не равен пределу слева, и действительно производной в этой точке нет. Геометрически это соответствует тому, что в этой точке функция как бы не выглядит гладкой. У нас вот эта вершинка графика функции модуль x, вершинка этой галочки, это такая точка излома. В точке излома производной нет. Вот. И это такой стандартный пример. Если вам нужно привести пример функции, которая непрерывна, но не дифференцируема в какой-то точке, то берете модуль, и все, и все хорошо. Значит, опять же, если вы будете думать про касательную, то видно, что у вас нету по камере никакой однозначно определенной касательной в точке 0. Как бы, ну, вот теоретически есть два предельных положения секущей, ну, и теоретически так, если что-то геометрически смотреть, то, в общем, так, любая прямая между y равняется минус x и y равняется x, любая прямая с угловым коэффициентом от минус единицы до плюс единицы вроде как выглядит похоже на касательную, но на самом деле просто касательной точки нет. Вот такая штука. А там в пределе слева в первом модуле должно быть минус delta x? Ну, нет. Сейчас. Значит, у меня всегда выражения под знаком предела всегда одинаковые. Это f от x 0, который у нас в данном случае равняется 0, плюс, значит, f от x 0 плюс delta x, это вот этот модуль 0 плюс delta x, вычесть значение функции в точке x 0, в данном случае это модуль 0. Значит, мне кажется, что здесь все правильно написано. Нет, в следующем. В следующем тоже, потому что delta x будет отрицательным. А, поняла. Как бы, по смыслу здесь будет что-то вычитаться, но просто потому что delta x отрицательный. хорошо. Вот. Это, на самом деле, тоже не единственный способ, каким производным может не существовать. Но давайте я более хитрые примеры оставлю тоже на семинар, потому что они стоят того, чтобы их обсудить подробно и над ними аккуратно подумать. так. Хорошо. Смотрите, я хотел еще одну картинку вам показать. Давайте я сделаю такую штуку. Значит, еще один подход к определению производной. давайте скажем, что мы хотим приближать нашу функцию с помощью какой-то линейной функции. можно сказать такую вещь. Давайте я скажу такое утверждение. Функция f дифференцируема в точке x0 тогда и только тогда, когда верно такое утверждение. Значит, существует такое к, что f в точке x0 плюс дельта x равняется f x0 плюс k умножить на дельту x плюс альфа от дельты x умножить на дельты x где альфа от дельты x стремится к нулю при дельты x стремящемся к нулю. Ну или давайте я еще в немножко в другом виде то же самое равенство запишу. Значит, я могу обозначить x0 плюс дельты x просто за x и тогда это можно переписать в таком виде. f от x равняется f от x0 плюс k умножить на x минус x0 плюс альфа от x минус x0 умножить на x минус x0. дельты x это у меня x минус x0 Значит, вот две формулы они абсолютно эквивалентны и, соответственно, здесь у меня тоже альфа от x минус x0 стремится к нулю при x стремящемся к x0. Давайте я это утвердение сейчас докажу. Давайте сначала поймем, что понятно, что оно означает. Значит, во-первых, если так оказалось, что функция f дифференцируема, тогда чему равняется k, как вы думаете? Производный, видимо. Равняется производный, да. Вот смотрите, что здесь написано. Если бы вот этого последнего члена не было, например, можно на эту формулу смотреть, значит, вот если у нас нет вот этого последнего члена, что такое вот этот начальный участок моей функции, вот эта вот штука. Значит, во-первых, смотрите, у меня x0 фиксированная, f от x0 это какая-то константа. Значит, что здесь такое написано? Шаги. Это уравнение касательное, потому что видно, что если я верю в то, что k это производная, то тогда здесь в точности написана функция, которая устроена как, во-первых, это линейная функция, потому что это просто k умножить на x плюс какая-то константа. А во-вторых, у нее угловок центра равен производной, а в-третьих, видно, что она обязательно проходит через точку. Если я вместо x подставлю x0, то вот эта штука обнуляется, и значение вот этой функции просто равняется f от x0. Значит, давайте я сейчас вот эту штуку как-нибудь тоже обозначу, пусть она называется l от x, и y равняется l от x, это просто касательная. В точке x0. Вот. Что говорит вот это равенство? Оно говорит, что график функции близок к касательной. И причем близок очень хитрым образом. Значит, когда x приближается как с 0, то вот эта степень близости, она становится все лучше и лучше. Ну, сейчас я поподробнее это покажу на картинке. Давайте я попробую сейчас быстренько доказать это утверждение. Значит, доказательство. Давайте я просто преобразую вот это выражение. Ну, или давайте я буду работать с первым выражением, оно чуть-чуть короче. Значит, давайте я вот что сделаю. Я просто выражу вот в этом выражении альфа от дельта x через все остальное. Значит, что такое альфа от дельты x? Альфа от дельты x это такая вещь. Значит, это f от x0 плюс дельты x минус f от x0 делить на дельту x вычесть k. Можете, пожалуйста, повторить доказательство чего? Вот то утверждение, которое сейчас выражено, что если сфиненцируем в тушке x0, то верно вот такое представление. Значит, понятно, что вот в этом представлении содержательное утверждение состоит в том, что альфа стремится к нулю. Потому что если бы альфа не стремилась к нулю, то вот такое выражение мы могли бы всегда записать. Ну, мало ли, какая бы функция была бы, все бы работало. Вот. Ну, важное утверждение, что вот эта альфа от дельты x, она стремится к нулю. Значит, я просто сейчас преобразовал вот эту формулу звездочка и сказал, что из нее следует, что альфа от дельты x выражается вот таким образом. Это f от x0 плюс дельты x минус f от x0 делить на дельты x и минус k. Значит, просто перенес это в левую часть, поделил все на дельту x и перенес k в левую часть. Получилась такая штука. Ну, давайте мы теперь перейдем к пределу. Значит, предел при дельты x стремящемся к нулю, альфа от дельты x это есть такая вещь. Значит, это есть предел вот всей вот этой вот штуковины. Теперь смотрите, если производная существует, тогда давайте положим, что k равняется этой самой производной. Значит, если f' в точке x0 существует, положим k равняется f' в точке x0, тогда этот предел равен нулю, потому что если производная существует, то предел вот этой штуки как раз является производной и мы принудительно сказали, что k равняется этой же самой производной. Значит, давайте как-нибудь предел обозначу. Значит, пусть он называется две звездочки. Значит, тогда две звездочки равняются нулю. Наоборот, если этот предел равен нулю, то тогда предел вот такой обязан равняться k. Ну, как бы можно просто в этом случае вычесть и прибавить k. Получается, что вот эта штука обязана равняться k. Точнее, вот этот предел равняется k. Но это означает, что k действительно равняется производной. Ну, все. Доказано. Давайте я в оставшиеся три минуты скажу, почему это на самом деле важно. Смотрите, давайте представим себе, что вот я построил график моей функции, построил график производной. Не график производной, построил касательную. Давайте я нарисую такую картинку. вот у меня был какой-то график функции. Я взял какую-то точку и построил в этой точке касательно моей функции. Теперь давайте представим себе, что я хочу посмотреть на всю эту картинку под микроскопом, увеличивая окрестность точки x0 на графике. это означает, что я выбираю здесь окрестность какого-то маленького размера и буду ее уменьшать. Давайте считать, что у меня здесь просто я беру такой квадратик и у этого квадратика размеры, скажем, h на h. Здесь у меня h и вот здесь h. квадратик я эту картинку увеличиваю так, у меня этот квадратик стал бы просто занимал весь экран. Вот у меня есть этот квадратик увеличенный. как-то вот так эта штука проходит. Смотрите, значит, у меня h – это какое-то маленькое число. для того, чтобы растянуть вот эту картинку до какой-то фиксированной картинки, насколько мне нужно увеличить все по горизонтали и по вертикали. Значит, вот здесь вот мне нужно сделать растяжение по вертикали и горизонтали во сколько раз. если я хочу как бы картинку размером h растянуть до картинки размером 1. Во сколько раз мне нужно ее растянуть? В единице делить на h. Да, в единице делить на h раз. теперь давайте посмотрим на что такое вот это что такое расстояние между функцией и касательной. Значит, как мы обсуждали вот здесь, если вот эта вот часть, вот эта часть, это в точности функция, график которой является касательной, то разница между моим настоящим значением функции в точке x и значением, которое получается по графику касательной, это и есть вот это слагаемое. альфа дельта x умножить на дельта x. То есть вот это расстояние, расстояние между, разница между графиком функции и касательной, это и есть моя альфа от дельта x умножить на дельту x. Теперь смотрите, если я эту картинку растянул в единицу деленной на h раз, давайте считать, что у меня дельта x меньше, чем h. Это означает, что вот это расстояние оно меньше, чем значит, пусть у меня дельта x по модуле меньше, чем h, но это просто означает, что я выбираю точки, которые находятся на расстоянии не больше h. Как раз рассматриваю вот такой маленький-маленький-маленький квадратика размером h. Тогда вот это расстояние значит расстояние от графика функции до касательной, ну такое расстояние по вертикали. оно будет меньше, чем альфа от дельты x умножить на модуль дельты x деленный на h значит, по вертикали после растяжения. то есть вот на этой картинке. После того, как мы все растянули венец деленный на h раз, у меня было расстояние, которое было устроено как-то вот так, а теперь я его еще и дополнительно поделил на h. но несмотря на то, что я его поделил на h и казалось бы, h маленький, когда я его поделил на h, я все это сильно растянул. Ну, давайте вот так сделаем. тем не менее, поскольку я предположил, что у меня модуль дельта x меньше h, значит, вот эта вот штука оказывается меньше единицы. Поэтому эта штука просто меньше, чем модуль альфа от дельта x и она стремится к нулю. то есть, что это означает? Это означает, что если я буду очень сильно мой график растягивать вот в этой точке, то есть, если я буду смотреть с таким очень большим приближением в окрестности точки x0, то даже несмотря на то, что я по вертикали картинку тоже вытягиваю, когда делаю вот такое приближение, вытягиваю ее в единицу деленную на h раз, у меня все равно чем меньше h, тем лучше график функции приближается к касательной. С иными словами, касательная это такое хорошее локальное приближение к графику функции. Это ключевое место всей этой науки. Ключевая идея всего анализа состоит в том, чтобы приближать какие-то непонятные нелинейные функции, приближать простыми линейными функциями. И после этого можно уже анализировать линейные функции и делать всякие выводы про наши непонятные нелинейные функции. Можно опросить? Да. Зачем мы альфа от дельта х умножаем еще раз на дельта х? То есть альфа уже стремится к нулю, дельта х тоже стремится к нулю. Да. Ну смотрите, значит, вот у меня по определению у меня вот эта вот штука, она есть альфа от дельта х умнож کا на дельта х. Как бы смотрите, что я хочу сказать, когда я вот эту вещь написал. Можно сказать так, я хочу сказать, что вот эта разница, вот эта штука, она не просто стремится к нулю, а она стремится к нулю быстрее, чем дельта х. Что даже после того, как мы ее поделим на дельту х, все равно вот эта штука будет все равно стремится к нулю. Ну вот, типа, как x квадрат стремится к нулю быстрее, чем x. Вот это такого же типа штука. Понятно, спасибо. Формально я просто говорю следующее, что вот по определению производной у меня вот здесь вылезает именно вот эта штука α δx умножить на δx. А дальше я вот здесь поясняю, почему это важно. Потому что, когда мы растянем все это в единицы на h раз, у меня все равно остается вот эта α δx, которая, как оказывается, стремится к нулю. Это α δx, это разница, но вот в таких вот новых координатах, когда мы все растянули в единицу, деленную на δx раз. Вот. Ну вот такая история. Про производную мы будем пользоваться таким представлением тоже. Значит, мы будем пользоваться просто облиянием производной, мы будем пользоваться вот этим вот представлением. Оно еще пригодится. Есть ли еще какие-то вопросы по лекции? Да, можно еще раз, пожалуйста, если мы будем сильно растягивать график в окрестности х, то график функции будет приближаться к касательной? Да, причем как бы все лучше и лучше. То есть если мы будем смотреть вот на эту штуку со все большим увеличением, уменьшать h, то график будет проходить все ближе и ближе к касателям. Давайте я даже покажу вам сейчас, давайте я открою Кунь-Геогибру и попробую показать, как это работает. Давайте считаем, что у нас лекция закончилась, а дальше начался ответы на вопросы, чтобы я не слишком сильно страдал от того, что задерживаю вас на перерыве. Значит, лекция закончилась, но если у кого-то еще есть вопросы, то я готов на них поотвечать. Значит, давайте я в рамках ответа на вопрос нарисую картинку. Вот у меня есть, допустим, моя х квадрат и есть... Так, это не так не работает. Значит, вот у меня есть х квадрат и давайте я проведу какую-нибудь касательную в какой-нибудь точке, скажем, вот в точке 1. Я проведу касательную, значит, у нее будет уравнение. Что мне нужно сделать? Значит, мне нужно взять 1, прибавить. Значит, здесь должно быть х минус 1 умножить на 2. Вот, вроде прорвалась касательная. И давайте я теперь буду масштабировать мою картинку так, чтобы точка 1.1 все время была бы на экране. Значит, вот видно, что здесь отклонение между графиком функции и графиком касательной заметно. Но если я буду сильнее увеличивать, оно будет менее заметно. Если я буду еще сильнее увеличивать, оно будет еще менее заметно. Видите, у меня геогибра автоматически масштабирует, так что соотношение между х и у сохраняется. Поэтому я как бы постоянно это перемасштабирую, так что у меня и х, и у увеличивается. Вот, ну и видно, что если я… Ну вот, вот и все. Вот смотрите, нет уже практически никакого расхождения между графиком функции и графиком касательной. Между графиком функции и касательной. Они склеились. Вот утверждается, что так будет в некотором смысле всегда. То есть если функция дифференцируема в какой-то точке, то это означает, что ее график приближается по мере вот такого масштабирования, по мере такого увеличения. Ее график приближается к касательной. Ну или сама функция хорошо приближается линей в какой-то маленькой окрестности точки х0. То есть дифференцируемость – это понятие, которое всегда связано с касательной? Ну да, ну как бы смотрите. Я бы сказал так. Дифференцируемость связана с производной, а производная автоматически связана с касательной. То есть говорим партию, а подразумеваем линей. Говорим производная, а подразумеваем касательную. Ну потому что если определенная производная, то вы можете провести касательную в точке, потому что касательная по определению – это просто прямая, которая проходит в данной точке, и угловых цен, которая равен производной. Поэтому если есть производная, то можно и касательную провести. А дальше мы утверждаем, что касательная – это на самом деле не просто такая прямая, а это прямая, которая хорошо приближает ваш график. Спасибо. Так, давайте еще вопросы. Извините, конечно, можно, пожалуйста, просто я вообще не понял, что вы сказали. То есть я понял, но как-то не очень. То есть смотрите, вы берете, рассматриваете квадрат со стороной H. И как бы увеличиваете масштаб. Я растягиваю квадрат со стороной H в квадрат со стороной единицы, допустим. И вот эта разница между графиком функции и касательной, это альфа дельта Х умножить на дельта Х, это по определению просто? Да, ну вот это просто по определению альфа. Значит, у меня альфа ровно так определяется, просто вот я здесь это записал. Ну, просто тут же написано, что она просто стремится к нулю. Это не сказано, что это разница между... Нет, ну как, смотрите, давайте посмотрим на эту формулу. Значит, что здесь сказано. Давайте я перенесу вот эту вот штуку в левую часть. Тогда в левой части будет в точности разница между f от Х на альфа плюс дельта Х и вот эта самая линейная функция. Да, да, понял. Это означает, что альфа дельта Х умножить на дельта Х, это и есть как раз эта самая разница. Да, я это место немножко перескочил слишком быстро. Давайте я здесь даже это допишу, что f от Х минус L от Х равняется как раз вот этому самому альфа от Х минус Х ноль умножить на Х минус Х ноль. Так, давайте еще вопрос. И вот, получается, мы просто берем, что у нас пусть модуль от дельта Х меньше, чем аж пополам, мне кажется, логичнее, нет? Ну, хорошо, да, окей, ладно, я согласен. Аж пополам, давайте аж пополам. Или можно считать, что здесь у меня был... Ну, хорошо, давайте я скажу, что здесь у меня был 2 аж раз. Ну, хорошо. Ну, потому что, как бы, у нас квадрат со стороны Аж, а мы идем, как бы, вправо. Да, я согласен, ладно, пусть будет аж пополам. Пусть будет аж пополам, тогда здесь будет еще 1 вторая, но это не важно. Давайте так. И вот вы просто говорите, что у нас расстояние меньше, либо равно, чем альф умножить на дельта Х, умножить на дельта Х от Аж. Просто, подожди, у вас расстояние же... Вы просто поменяли масштаб и с ним поменяли и расстояние? Ну, да, как бы, смотрите, вот здесь вот эта вот штука, которую я тут написал, это просто я говорю, что в моих исходных координатах у меня вот эта разница, она есть альфа от дельта Х умножить на дельта Х. А дальше я говорю, давайте теперь посмотрим на, как бы, с учетом масштаба, с учетом того, что мы вот это расстояние, мы его дополнительно растянули в единицу, деленную на Х раз. Утверждается, что даже после того, как мы его растянули в единицу, деленную на Х раз, это расстояние все равно осталось маленьким. Ну, точнее, оно осталось, как бы, стремящимся к нулю. Что вот я буду уменьшать Х, а качество вот этого приближения будет становиться все лучше и лучше. Почему? Ну, потому что даже вот в этом новом масштабе, даже после того, как я по вертикали все растянул в единицу, деленную на Х раз, расстояние осталось, стремящимся к нулю. Потому что оно было до растяжения, оно было, ну, вот, альфа делить на альфа от дельта Х умноженное на модуль дельта Х. Оно увеличилось в один на А раз, да? И просто оно меньше, чем одна вторая от альфа от дельта Х, которая тоже стремится к нулю. То есть у нас просто... Да, только здесь получилось не одна вторая, на самом деле, а здесь получилось два тогда. Значит, вот эта штука, на самом деле, ой. Эта штука, на самом деле, двойка. Ну, константы здесь не очень важны. Да, ну, совершенно верно. Она умножилась на единицу, деленную на Х. Но даже после того, как я ее поделил на эту самую H, она все равно, вот это расстояние, оно все равно по-прежнему стремится к нулю. Ровно за счет того, что здесь возникает какая-то штука, которая не просто стремится к нулю, когда дельта Х стремится к нулю, а которая стремится к нулю быстрее, чем дельта Х. А, то есть потому что она меньше, да, вот этого дельта Х нашего или как? Ну, значит, потому что мы считаем сейчас... Ну, потому что мы считаем, что дельта Х меньше, чем H. То есть как бы мы рассматриваем нашу картинку сейчас только вот в этом вот окошечке размера H. Значит, мы считаем, что эта штука меньше, чем H. Поэтому вот эта вот штука, там будет меньше, допустим, двух. А с другой стороны, вот эта вещь стремится к нулю. Узверждение такое, что расстояние между графиком функции и касательной после того, как мы его умножим на единицу, деленный на H, все равно будет стремиться к нулю. Ну, только, по-моему, все-таки там не два, а просто одна вторая. Вы же как бы... Нет, я... Дельта Х уже у вас меньше, чем H пополам, а значит, вы когда заменяете... Хорошо, давайте пусть будет одна вторая. Ну, это неважно, конечно, но... Хорошо. Понятно, хорошо. Спасибо, до свидания. Вот. Ну, то есть, в самом деле, это просто как бы обоснование того эффекта, который мы вот здесь видим в геогибре. Вот этого эффекта. Да, да. Что начинает совпадать. Хорошо. Так, хорошо, давайте еще вопросы. А вот вы только что описали функцию f от x минус l от x. Это было расстояние от графика к доказательству? Да, да. Но это как бы как раз погрешность. То есть, если я заменю мою функцию на вот эту вот линейную функцию l от x, какая у меня будет ошибка? Ошибка будет как раз равняться вот этому вот члену. Это ошибка линейного приближения. Ну, этот же член у нас стремится к нулю. Он стремится к нулю, когда x становится маленьким. Это правда. Но это само по себе не очень интересное утверждение. Важно то, что он не просто стремится к нулю. Он как бы... Вот то, что здесь возникает какое-то слагаемое, которое становится маленьким при маленьком delta x, это просто следствие того, что у нас функция непрерывна. Потому что, ну, как бы, что происходит? x, ну, вот, допустим, здесь. То есть, delta x стремится к 0, x стремится к x0. Это означает, что вот эта штука стремится к вот этой штуке. Ну, здесь тоже что-то такое стремящееся к нулю. Ну, поэтому вот эта штука, конечно, обязана стремиться к нулю, никуда не денется. Но важно то, что она не просто стремится к нулю, а она стремится к нулю быстрее, чем delta x. То есть, она есть delta x, который сам стремится к нулю, и еще умножить на что-то еще дико маленькое, на что-то, стремящееся к нулю. Можно вот еще раз про это определим под звездочкой? Вы нам его просто задали, а дальше надо описать, что там в нем что-то значит. Ну, сейчас, смотрите, значит, утверждение такое. Значит, я утверждаю, что f дифференцируемо в точке x0 тогда, только тогда, когда выполняется такое утверждение, что значение функции f в точке x0 плюс delta x представляется в таком виде. Это f от x0 плюс какая-то линейная функция от delta x. Значит, вот эта вот штука, это на самом деле некоторая линейная функция. Ну, или давайте, может быть, проще вот сюда вот смотреть. Значит, вот эта вот штука, это просто какая-то линейная функция от x. Значит, утверждение такое, утверждение, что если функция дифференцируема, тогда f от x можно хорошо приблизить к линейной функции. А именно, найдется такое число k, которое, как оказывается, просто равно производной, что f от x представляется в таком виде. Это значение вот этой линейной функции с угловым коэффициентом k плюс какая-то вот такая вот маленькая штука. Значит, ну вот сама по себе вот эта формула, она не имеет никакого, как бы несет довольно мало смысла. Смысл несет вот это утверждение. Утверждение, что вот этот остаточный член, вот эта разница между f от x и l от x, обладает таким свойством, что если ее поделить на x минус x0, то то, что остается определение, стремится к нулю при x, стремящемся к нулю. Ну, сейчас, значит, утверждение состоит в следующем. Ну, смотрите, вот эту вот формулу можно считать просто определением того, что такое альфа. Значит, вот эту формулу всегда можно написать, и она сама по себе ничего не утверждает. Можно считать, что это определение того, что такое альфа. Утверждение состоит в следующем, что если функция f дифференцируема в точке x0, тогда альфа стремится к нулю при x, стремящемся к x0. А если визуально, то это просто нам описывает, что при очень-очень большом приближении эта функция совпадает с касательно? Да, но вот визуальная интерпретация ровно такая. Визуальная интерпретация состоит в том, что если мы посмотрим на маленькое, на маленькое окошко вокруг точке x0, то в этом окошке наш график функции будет практически неотличим от касательной. В общем, чем меньше окошко, тем лучше приближение. Как раз это утверждение о том, что альфа от дельта и x стремится к нулю, это в точности утверждение, что чем меньше окошко, тем лучше приближение. Короче, это алгебраическое описание заданной картинки, которую мы получаем. Ну да, вот эта картинка, на самом деле вот это утверждение о том, что график функции будет приближаться к графику касательной, и тем лучше, чем меньше h, это утверждение действительно алгебрически формулируется ровно вот так, что альфа от дельта и x стремится к нулю при дельта и x стремящемся к нулю. Можно еще вот там внизу тогда, откуда правая часть неравенства взялась, что вот это выражение альфа от дельта и x может на дельта и x? Смотрите, вот у меня было, значит, вот я утверждаю, что вот это расстояние между моим графиком и касательной, ну как бы в исходных координатах это расстояние, оно вот такое. Это просто, значит, вот эту вот формулу сверху нужно просто перенести в левую часть кусочек. Дальше. После того, как я сделал перемасштабирование, умножил все в единицу деленное на h раз, у меня это расстояние в новых координатах как бы, оно домножилось на единицу деленное на h. Значит, было вот такое расстояние, ну, просто я говорю про расстояние, поэтому я модули навесил. Было вот такое расстояние, поделил на h. Значит, вот эта штука меньше одной второй. Это если мы задаем, что это меньше h пополам. Да, да. Это я просто говорю, что как бы я, меня сейчас интересуют точечки, которые лежат только вот в этом окошке. Это означает, что отклонение, отклонение, значит, вот у меня здесь есть точка x0, и вот этот самый дельта x, который меня интересует, он не больше, чем h пополам. Это просто означает, что я смотрю только на это окошко. А альфа, дельта x, получается? А по альфу мы будем, что она стремится к нулю. Да, да, да. Окей. Это как раз наше определение. Так получше стало, конечно. Угу. Хорошо. Так, давайте еще вопрос. Так, ну что, все, закончились вопросы. Ну ладно. Тогда на сегодня все. Я напишу, когда буду готов консультировать, если что. До свидания. До свидания. До свидания.